Следующий раздел запишем. Жизнь церквей ЕХБ в послевоенный период, точнее, наверное, в военный и послевоенный период. Вторая мировая война нарушила планы большевиков по полному искоренению религии. И вы слышали, наверное, когда немцы стали бомбить Киев, танки немецкие пошли очень быстро по земле российской. То Сталин был обескуражен, что он никак не ожидал, что Гитлер пойдет на это. Несмотря на то, что разведка докладывала ему, что и войска у границы скапливаются, готовятся нападения, он не верил этим донесениям. Потому что был договор с Гитлером. И когда вдруг началась бомбежка и наступление немецких войск, Сталин даже несколько дней не выходил со своей дачи. В таком депрессивном состоянии, в состоянии шока. Потом стал собирать свое политбюро, своих приближенных. С начала войны, значит, он был... Его застали. Застало врасплох такое нападение Гитлера. И он сделал обращение по радио к народу. Какую форму обращения он применял? Да, дорогие братья и сестры. По-христиански обратился, по-церковным. Он немножко учился в семинарии православной, там в Кавказе где-то, в Тифлисской, наверное, семинарии, или в Горе, в Горийской. Но был оттуда исключен. Исключили его за участие в революционной деятельности, в революционных кружках. Несмотря на то, что с верующими так жестоко расправлялись, столько погибло, расстреляно было, не вернулся из лагерей, верующие, как говорится, зла не помнили. Когда началась война, кто, чем мог, помогал. В те общины, которые еще не были окончательно разгромлены, даже собирали средства на санитарный самолет, на госпитали в помощь раненым, одежду и так далее. То есть проявили такое патриотическое рвение, можно сказать. От оружия еще не брали? Да, те верующие, которые подальварами, были среди них те, которые отказывались. Не все. От оружия? Ну, не все, конечно. Был лишь сертифисты. То есть кого-то из них расстреливали сразу, кому-то давали сроки очень длительные за такую позицию. Но вот в 43-м году начинает меняться политика большевиков по отношению к церкви. Начинается послабление. Советская власть вынуждена пойти, была на некоторые уступки. По какой причине? На что мы можем опереться, какие данные можно счесть историческими, достоверными? Второй фронт. Да, вот обычно речь заходит о Втором фронте, когда мы беседуем с нашими старцами, с пожилыми верующими. Они сразу об этом говорят. Мол, Сталину Черчилль и Рузвельт поставили условия. Если не даешь свободу верующим, то Второй фронт не откроем. Есть такая версия, есть такие слухи. Но, к сожалению, они не находят документального подтверждения. Я пытался выяснить этот вопрос. Мне говорят, а вот газета «Известий» писала об этом. Я смотрю газету «Известий» за этот год. Нигде там нет ни заметки, ни слова об этом. Но были другие весомые мотивы, которые заставили Сталина изменить политику по отношению к церкви. Какие же это документально подтвержденные? К Сталину поступали сведения о том, что немцы на оккупированной территории разрешают открывать храмы и молитвенные дома верующим. Немцы не чинят препятствий, никаких барьеров не ставят. Пожалуйста, ходите в храмы, начинаете богослужения, молитвенные дома открываете. Со стороны немцев не было препятствий. Наоборот, даже содействия. Значит, вот это подействовало на Сталина. Это что же, значит, у местного населения будут симпатии к оккупантам, к захватчикам, коли они разрешают молиться свободно. Значит, и мы должны предпринять что-то в ответ. Вторая причина была, связанная уже с взаимоотношением с главами антигитлеровской коалиции. Есть некоторые данные о том, что на всех встречах, там Патсдамская конференция была, Ялтинская конференция до этого, когда Сталин встречался с Черчиллем, с Оузвельтом. Нет данных по поводу того, что они вот так кардинально ставили вопрос. Не даешь свободы, второй фронт не открываем. Неизвестно, ставился ли такой вопрос. Но были такие, как говорится, вставочки во время этих переговоров политических, когда и Черчилль, и Рузвельт упоминали об этом. Упоминали, ставили Сталину на вид, как говорится, положение верующих. Почему у вас нет свободы? У нас в Европе, в Америке уже давно полная свобода совести. У нас тоже церковь отделена от государства, но у нас верующих не преследуют в тюрьмы, не сажают. А почему в советской стране такое положение, такая ситуация? Значит, это тоже действовало на Сталина. Вот под влиянием этих причин он в 43-м году приглашает в Кремль православных, высокопоставленных иерархов, православных священников. Что это был митрополит Николай, митрополит Николай Ярушевич и митрополит Сергий, по-моему. Сталин пригласил их к себе в Кремль по своему обыкновению ночью, ночное время. Что у него был такой распорядок. И все службы, все отделы подстраивались под него. Днем он спал, часов до 12. Потом начиналась постепенная раскрутка, вхождение в рабочий ритм, приемы, принятие докладов. И это переходило в поздний вечер, за полночь. Приезжали генералы, адмиралы. И в это же время были приглашены иерархи православные. Сталин сразу поставил вопрос ребром. Какие у вас нужды? Что бы вы хотели? Какую помощь, какое содействие вам оказать в ваших церковных делах? Священники сразу сказали о том, что вот мы хотели бы открыть семинарию. Мы хотели бы начать издание нашего церковного журнала, открыть там пастырские курсы. Сталин выслушал и задал следующий вопрос. А сколько вам понадобится времени для выполнения этих целей? Ну, где-то полгода, может быть, примерно, месяцев шесть. А нельзя ли проявить большевистские темпы? Нельзя ли проявить большевистские темпы? Нельзя ли побыстрее? За месяц. Побыстрее провести вот эту работу. Вот такие вопрошения Сталина говорили о том, что что-то на него давило. Что-то его заставляло ускорять этот процесс. После встречи Сталина с иерархами, когда он им предложил ускорить притворение в жизнь вот этих планов, открытие семинария, журналов и так далее, это коснулось не только православия. Потому что был отдан приказ освобождать заключенных, верующих, возвращать их по месту жительства. И прямо там, в лагерях, оперативным порядком оформляли документы, давали такое предписание, «Быстрее возвращайся туда, где ты проживаешь, и быстрее собирай своих верующих, и начинай богослужение». Как можно быстрее. Пастор освобождали с таким условием по всей России. Коль обстановка изменилась в лучшую сторону, то в 1944 году состоялся съезд съезд баптистов и евангельских христиан в Москве. На этом съезде было принято решение об объединении в один союз евангельских христиан и баптистов. А к кому эта инициатива вообще была? С обеих сторон. Вот данные такие по количеству. 28 было евангельских христиан на этом съезде, 28 делегатов от евангельских христиан, и 19 от баптистов. Численный перевес был на стороне евангельских христиан. Но надо еще учесть вот такой момент, что во время репрессии больше всего было истреблено баптистов. Иванских христиан меньше. Почему? Потому что среди баптистов было больше людей с пацифистскими взглядами. И Тимошенко, и Павловы, и Клышниковы, и Ивановы, они были пацифисты по своим убеждениям. С ними в первую очередь справлялись. Их хотели уничтожить в первую очередь, чтобы не шло влияние от них на других. Иванские христиане тоже сидели, тоже сроки отбывали. Тоже многие были расстреляны, но в меньших количествах, чем баптисты. Поэтому, наверное, такой перевес на съезде просматривался. Много раз до этого в истории попытки объединения предпринимались, но они не приводили к окончательному объединению. В 44-м году единый союз возникает. Он был назван ЕХБ. Иванские христиане-баптисты. Длинное название. В 45-м году в этот союз вошли пятидесятники. Не все на 100% пятидесятнические общины. Многие. Украинские, белорусские, российские. Было принято особое соглашение по поводу объединений с пятидесятниками. Это было все протокольно зафиксировано. Были такие положения по поводу спорных вопросов. Как относиться к спорным вопросам. Говорение на языками, отношение к голосовалиям. Была выработана такая формула. Мы признаем, что исполнение Духом Святым может совершаться как со знамением иных языков, так и без онова. Компромиссное такое решение было принято. В то время они разделяли. Да, в то время они разделяли. А сейчас? Ну, сейчас не все разделяют. Я думаю, что умеренные пятидесятники согласны. А крайние вряд ли согласятся. И еще был один пункт, введен как рекомендация, как пожелание. Молиться непонятными языками рекомендовалось дома, в объединении. А на общественных собраниях не рекомендовалось практиковать такие молитвы. Ну, с этим тоже согласились, согласны были. Конец войны во главе Союза, кто стал, тогда были вот такие должности, похожие на партийные, на советские. Председатель Союза был Яков Житков, председателем иванских христиан Яков Житков. И генеральный секретарь Александр Карев и Житков. А Карев тоже из Иванских христиан. Вот они оба не из баплистов. И они долгие-долгие годы были в своих постах до своей кончины, до перехода в мир иной. В первые годы после войны сложились более-менее мягкие условия для служения, для деятельности. И здесь наблюдался резкий такой подъем духовной жизни, оживление во всех местах. Массовое крещение в церквах с шествиями по улице. Крещение в такое время, когда много народу могло быть на берегу реки, на берегу озера. Резкий рост численной, количественной общины во всей стране. Но так продолжалось недолго. А православная церковь тоже как бы росла? Ну, тоже, тоже активизировалась православная церковь, естественно. 45-й год, 46-й, 47-й. Это были годы подъема. Православные прослеживались вот так. Обновленчество, да? Да, обновленчество. Да вот в это время еще оставались те обновленцы, которые были в 20-е годы. Не все они вернулись в лоно православия, часть оставались. Мне, по-моему, в начале 90-х годов пришлось в Туле встретиться с одним священником, ему было уже за 80, вот он как раз к обновленцам принадлежал. И он мне рассказывал, как он учился в семинарии, которые открыл в Веденске, как в Веденске там у них преподавал. Это было, были уже, наверное, 80-е годы, что ли. В Веденске умер где-то в 40-е годы, но жена его, не знаю, может, и сейчас жива, она на много-намного лет была моложе его. И как-то в журнале «Наука религии» я прочитал там статью одну, как она ходила на прием к православным иерархам, современным. И православные иерархи оказывали ей помощь. Ну, какой-то там необходимый бытовой, может быть, или еще какой-то. Этот журнал же «Атеистический наука религии», там автор отметил, вот мы у православные так благородно поступили в отношении к своим противникам, еретикам, как они их называли, отступникам. Не бросили даже жену в Веденского, хотя он был главный обновленец. Значит, в это время по инициативе Сталина были созданы два таких органа государственных для контроля за верующими. Совет по делам РПЦ, Русской Православной Церкви, Совет по делам РПЦ, ГОСОРГАН, и так называемый СДРК, Совет по делам религиозных культов. Этот орган должен был наблюдать за всеми неправославными. На эти должности обычно ставили высших офицеров КГБ. Православный Совет возглавил генерал КГБ Карпов, А по протестантам и по всем другим был назначен Полянский. Ну, вот неизвестно, кто он был и с какого он ведомства. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Свобода продолжалась недолго. До 48-49-х годов. Тут Сталин стал менять резко политику. В худшую сторону. Почему? Во-первых, он испугался, испугался того, что русский солдат прошел по Европе, увидел, как там живут капиталисты, и невольно будет сравнивать нашу жизнь при социализме. Мы считаем, что мы самые лучшие, самые справедливые, самые процветающие. А солдаты увидели, что и капиталисты, оказывается, не собираются загнивать. И какие у них города там, и как люди живут. Был испуг вот от этого. Сведения поступали, что солдаты рассказывают о том, что они видели в Германии, в Чехии, в Польше и так далее. И вторая причина была связана с бурным ростом общин, с бурным ростом церквей. Большевики забеспокоились. Вдруг и дальше этот рост будет продолжаться. Где же мы тогда будем, большевики? И особое, конечно, беспокойство вызывали протестанты. Потому как протестантские общины по своей структуре были похожи на коммунистические комсомольские ячейки. Конкуренты рядышком. Нельзя допустить рост конкурентов. Ужесточение началось с 1949 года. В основном за активную деятельность верующим стали давать длинные-длинные строки. Если вот в 30-е годы 10 лет, самый распространенный срок, то теперь 25 лет. 25 лет. У Солженицына есть повесть как раз вот по этой эпохе. «Один день Иван Денисович» – это его первая повесть была. И он там ввел образ Алешки Баптиста. Алешка Баптист – такой вот персонаж присутствует в повести Солженицына. Когда он ее принес в Новый мир, с надеждой на публикацию, что редактор посмотрел и сказал, главу об Алешке Баптисте надо убрать. Убери эту главу. Иначе не будем публиковать, не опубликуем. Но Солженицын проявил настойчивость. Нет, если публиковать, то полностью. Алешку Баптисту. Баптиста. Детро. Да. Это персонаж, связанный с моим опытом лагерным. Алешка этот тоже 25 лет получил. Интересно то, что корреспондент один наш в Украине, где-то там в Донбассе, разыскал Алешку. Оказывается, это реальное лицо было. И он был еще жив. Не знаю, как сейчас, но в 90-е годы он был жив. И здоров в Шахтерском городке, где-то проживает. Адрес свой никому не давал, но нашли его, наш верующий. И вот он рассказывал, как они там встречались с Солженицыным. Солженицын приходил к нему, говорил, что я православный, но мне интересно знать о твоей вере, расскажи поподробнее, как ты веру, как ты исповедуешь. Алешка ему рассказывал все подробно. И вот в повести с Солженицем там приводят такие эпизоды. Вечером после отбоя Алешка забирался на второй этаж и начинал вслух нам читать Евангелие. Когда начинался шмон, то Алешка так мог упрятать свое Евангелие, что ни один шмон не мог находить его. Алешку часто засыпали разными вопросами, над ним смеялись. И часто говорили так. Ну вот, Алешка, ты же ни за что срок-то получил. Мы-то знаем, за что сидим. А ты, ты же никакого преступления не совершил. Ну, молились вы с вашим там баптистским клубом. Никому не мешали, никого не трогали. А тебя вот арестовали, 25 лет тебе дали. Но вот мы не видим тебя, чтобы ты унывал. Ты почему-то всегда такой радостный, довольный. Почему у тебя такое настроение? Алешка отвечает. Так я знаю о том, что я думаю, что вот кому больше дают срок, того больше Бог любит. Значит, вот Господь меня больше возлюбил, коль мне такой длинный срок дали. Честь такую. Да, честь такую. Показал мне Бог. В 1953 году Сталин умирает. Вождь всех времен и народов. Как его называли? Холодное лето, 1953. Да. 1953 год. Объявляется амнистия. Амнистия заключенным. И те, которые думали, что мы теперь уже не выйдем оттуда. И Солженицын так думал, хотя ему 8 лет дали. И Алешка, и другие. И в 1953 году получили освобождение. Вышли. Вы не сидели в России? Нет. Нет, конечно. Солженицын он вообще, или в Живом? Жив. С Живом еще. Ему... Он ровесник Билли Грейма. Он, по-моему, в Америке же одно время был, сейчас в России. В Америке он прожил 20 лет. Его изгнали из России по специальному указу. В 1974 году он был выдворен. В подпольных условиях он вынужден был писать архипелаг ГУЛАГ. Где-то там в деревне, в Рязанской. Он жил один в избушке зимой. При свете ламп дневного света ночами. Он писал. Было много помощников. Своих помощников он называл невидимки. Невиденьки. Что они перепечатывали, там материал ему искали. Но хотел ли он сам... Трудно сказать. А по специальному указу его выдворили в 1974 году. 20 лет он там прожил. Тоже, можно сказать, в таком затворе, как отшельник. Как труженик. Как монах. Интересно то, что вся семья его в таком подвижническом труде пребывала. Все были в одной упряжке. Значит, дети где-то с 8-летнего, 9-летнего возраста уже вышпарили на компьютерах. Набирали тексты. Набирали тексты. Жена редактировала тоже. Потому что все были включены вот в этот процесс единый. С детьми они там иногда играли немножко в волейбол, в мяч. Жена в основном играла. Но в основном все были тружниками, такими муравьями. В середине 50-х годов некоторое послабление в связи со смертью Сталина обозначилось. Верующим дали возможность выезжать на конференции за рубеж. Ну, не всем верующим, а только главным. Карелу, Житкову и другим, кто возглавлял союз в духовном центре, находился в режиме. Продолжалось это опять же недолго. Опять же недолго. До заступления в должность Хрущева Никиты. А до 55-го в трубу? Ну, там власть менялась. То Маленков, то Булганин. Военный, короче. Потом Хрущев. Оказывается, жена Булганина была членом Баптистской церкви московской. Это достоверный факт. Она ездила на богослужения. Несмотря на то, что муж ее ругал за это, она бывала на собраниях. Далее наиболее. Продолжение следует...